Мария, компания Утконос была одной из немногих на рынке в прошлом году, кто давно и плотно занимался доставкой, все вроде как было готово, но тем не менее трудности наверняка были. С точки зрения IT, с чем вы столкнулись, как решали? Ну, трудности не только в IT, совершенно точно, потому что никто не держит на складах больше, чем необходимое количество сотрудников. В IT никто никогда, даже самые крупные компании не позволяют себе иметь значимый объем резерва вычислительных мощностей, поэтому практически весь бизнес принял на себя такой значимый удар. И операционная часть, и IT-шная часть, и коммерция с точки зрения закупок, когда остановили поставки, тоже испытали значимые трудности. Сказать, что мы прошли достойно, наверное, это будет такая самая здравая оценка, потому что мы ни разу не упали. У нас были деградации сервиса, мы были чуть медленнее, чем обычно, в мобильном приложении, на сайте. Но есть приличное оправдание, когда 11 миллионов человек в одни сутки пришли и резко захотели стать клиентами утконоса, ну, такой челлендж. Это новые покупатели. И все-таки как вы справлялись? Что потребовалось поменять, чтобы это заработало так, как… Ну, технически мы дали возможность делать эти заказы, но операционно мы просто не все смогли обеспечить. У нас еще была социальная нагрузка, мы же не только развозили заказы людям, которые регулярно нас заказывают, но это были еще пенсионеры, нуждающимся помогали. Пытались быстро расшиваться в транспорте, в курьерах, в складских сотрудниках, плюс еще были там ограничения с тем, что надо было проверять людей, больны они или нет. Это замедляло процесс. Ну, кажется, что справились на пятерку. Ну, поговорим тогда о том, что происходит сейчас. Как утконос в данный момент используют бигдата? Резко так перешли. Еще два года назад у нас вообще не было даже подходов в этом направлении, даже больше могу сказать, у нас не было реал-тайм-аналитики. Невозможно современной компании жить, ретроспективно анализируя операционную деятельность. И начали мы именно с этого, отстроили реал-тайм-аналитику, и у нас сейчас более 300 реал-тайм-отчетов, которые наблюдаются бизнесом, ну, там, где необходимо. Там кому-то необходимо смотреть воронку, кому-то необходимо смотреть количество заказов, там, представленность каких-то товаров. Это позволяет максимально оперативно управлять утконосом с точки зрения склада, логистики, доставки. С технической точки зрения мы следующий шаг поняли, что, ну, операционная аналитика – это все здорово, но будущее – это за тем, как мы понимаем клиента. Мы очень неплохо работаем с текущими клиентами, то есть, которые с нами там 10-15 лет. Но понять, что нужно новому человеку, какой паттерн поведения характерен новому клиенту – это вопрос даже не экспертной позиции, то есть, не тех людей, которые изучают поведенческие шаблоны, а это чистая математика. Посмотреть, какая повторяемость, на каком товаре потенциальный клиент останавливается, то есть, анализировать клик-стриминг его, его действия на сайте или на мобильном приложении. Вот это все мы собираем и натравливаем наши алгоритмы машинного обучения для того, чтобы выделить нечувствительный человеческому глазу паттерн поведения клиента. Для чего мы это делаем? Чтобы предложить вовремя, в нужное время, в нужном объеме, с необходимой скидкой товар, который с большой долей вероятности клиент купит. То есть, сейчас вы на персонализации больше, чем раньше сосредоточены? Ну, раньше вообще ничего не было, а сейчас у нас не просто персонализация, а гиперперсонализация. Мы выделяем, мы работаем индивидуально с клиентами, понимаем, кто это. Важно отметить, что еще лет 5-10 назад все упорно предполагали, что шаблон поведения – это сущность статическая. То есть, один раз мы привыкли заказывать впрок, и так все время будем в этом шаблоне существовать. И коронавирус, и, возможно, какие-то внешние обстоятельства стимулировали расширение этого паттерна поведенческого. И если вы раньше, допустим, заказывали только впрок, то сейчас вы уже экспериментируете и с доставкой 15 минут, и с доставкой до 2 часов. Это все расширяет палитру того, что можно предлагать. А в целом, если говорить про преимущества сервисов, которые основаны на данных, то какие они дают преимущества? Ну, когда вас очень хорошо знает компания, которая вас снабжает сервисом, вам приятно. Когда она не только помнит про ваш день рождения, что там имеют все, у кого карточки лояльности в оффлайне делают. А когда мы точно знаем из банального, закончился порошок, или когда у вас появился новый член семьи. И что можно предложить? Допустим, вы покупаете нарезку сыра, но почему-то, по какой-то причине не думаете о том, что может быть нарезка колбасы. Ну, просто вот шаблон поведения ваш текущий такой, а мы смотрим на похожие шаблоны, видим, что есть люди, которые удлиненные имеют шаблон, то есть могут и нарезку колбасы покупать в том числе. И предлагаем этому человеку, который не думает в этом направлении, хотите, с большой долей вероятности вам понравится нарезка колбасы, и он покупает. То есть, возможность апсейла. Не просто повторяемость покупки осуществить. То есть, это самое простое, что самый базовый сценарий, который практически все делают на рынке. А мы говорим, что, окей, повторяемость – это все здорово, но мы еще и расширяем круг интересов, вкусовых интересов у клиента. Вот, по-вашему, такие сервисы для покупателя должны быть незаметными? То есть, я имею в виду то, что сейчас на персонализации очень многие сосредоточены, и люди, по наблюдению экспертов, делятся на два этапа. Одни рады, когда им говорят, что у тебя порошок заканчивается, возьми, пожалуйста, новую пачку. А другие хотели бы, чтобы про них ничего не знали, боятся, может, как-то излишне какого-то такого давления. Вот, по-вашему, все-таки, стоит ли, во-первых, убеждать людей, что это для их блага? Или это, в конце концов, сами они к этому придут? Или вот эти сервисы просто так должны незаметно встраиваться, что, смотри, вот тут еще и колбаса есть? Чем больше их убеждаешь, что это благо, тем больше они боятся, поэтому трогать убеждение туда не надо, наверное, даже вообще ступать. Это абсолютно естественный процесс. Люди, которые пугаются и считают, что за ними все следят, ну, это либо мания, которая никогда не пройдет и уйдет вместе с ними, либо в какой-то момент что-то радикально изменится в их жизни, они ее передумают. Но это не наша задача заниматься вот подобным развитием клиента. Но мы понимаем, что поведения могут быть разные, кому-то приятно, кому-то нет. И по реакции на любую коммуникацию мы точно можем сказать, что вот с этим клиентом больше не надо вот так вот. Ну, то есть вы анализируете поведение, получается? Мы реакцию анализируем на то, что мы предлагаем. Вот это как раз вопрос о динамической картине и шаблоне поведения и самого портрета клиента. Он может быть разным. То есть в зависимости от этого вы уже как-то, может быть, меняете ваши вот эти алгоритмы? Подстраиваемся, да. Мы смотрим, вот эта коммуникация с ним прошла неэффективно, он не перешел по ссылке или не воспользовался скидкой, который… А как-то заточены вот эти алгоритмы на, допустим, там, возраст покупателей, их там, географическое положение? Когда выборка, ну, когда сегментация клиента идет в части возраста, то да, конечно, но это не всегда так. У нас есть такие старушки боевые, что получше будет любого молодого человека. Просто привыкли, научились, очень активно себя ведут. А по-вашему, в ритейле сейчас вообще насколько эффективно эти данные используются? А это единственное, мне кажется, вот не зря говорят, что данные – это новая нефть, уже избитая фраза, но к радости или горе – это правда. Нет ваших данных о клиентах, все, считайте, что ну и не будет у вас клиентов. Вы же не только пытаетесь познакомиться вот конкретно взятой личностью, на этом все не ограничивается. Да, вы ее прекрасно знаете, но вы потом их собираете в группы, вы понимаете, как расширять аудиторию с точки зрения группового сегментирования, с точки зрения персонализации, не собирая данные о клиентах, это невозможно сделать. Экспертный подход в данном случае уже давно не работает. Это только машина обучения и чистая математика. Здесь сегодня много говорят о технологиях, в том числе. Вот по-вашему, появление каких умных сервисов нам стоит ждать в ближайшее время? И, быть может, без каких умных сервисов там через какое-то время уже невозможно будет работать? Сложно, конечно, предсказывать будущее. Кто бы мог подумать год назад, что нас заставят сидеть дома, не вылезая, потом носить маски и ходить с антисептиком? Никто. То есть кажется, что обстоятельства гораздо более вариативны, чем даже самые смелые фантазии могут представить. Я по-прежнему считаю, что любой умный сервис, будем это называть как группу, без какой-то конкретики, это что-то, что знает вас максимально хорошо. То есть дальше будет ещё больше гиперперсонализация? Да, но это характерная природа человеческая. Почему? Смотрите, вот планирование – это тяжёлый процесс. Голова тратит на это значимую энергию, значимый объём энергии. И если вдруг за вас кто-то может планировать, вы естественным образом отдадите этот функционал туда. Будет это машина или другой человек. Вы не хотите этим заниматься. По-моему, я не помню какое-то статистическое исследование американское, социологи проводили, какое количество решений человеку комфортно не изматывающе принимать в течение дня. И кажется, там было, по-моему, три штуки. Именно поэтому все типа Стив Джобс и такие крупные фигуры, заметьте, как они одеты просто. Это не из-за того, что они аскетичный образ жизни демонстрируются. Выбор одежды – это тоже принятие решения. То есть выбрав с утра, как вы будете одеты, уменьшает… Что здесь на завтрак и на чём поехать на работу. Да-да-да, и что же делать на работе тогда. Поэтому любой человек будет сползать в своих действиях на максимальный антистресс, максимальный энергетически сберегающий режим, и всё, что можно, будет делегироваться тем сервисам, которые могут это выполнить. Ну, а мы надеемся, что вы останетесь и будете в числе этих сервисов. Мы тоже. Спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!